добрый день друзья сегодня расскажу сделаю такой разбор статей для наших ребят которые проходят обучение стори тейлингу написанию статей для своих соц сетей и расскажу об основных ошибках о структуре которая поможет увеличить эффективность данных статей расскажу о главных ошибках которые просто нивелировать все ваши усилия по написанию и вы не то что не будете получать там людей новых команду но еще и как бы вашу статью будут пессимизировать те же соц сети плюс расскажу о фишках стори тейлинга и сделай это на примерах не будем там какие-то сегодня правила рассматривать там сухие будем все смотреть на примерах конкретных статей но перед тем как я начну рассказывать плюс да еще скажу о том что есть время которое определенное определенное время надо выкладывать чтобы максимальный охват получить статьи и больше людей читали ваши статьи так для новичков которые смотрят первый раз видео напоминаем что обучение мы сейчас стори тейлингу и написанию статей проходит именно для наших членов нашей команды на для нашего клуба крипта лидер склад в двух словах о клубе цель клуба было как раз создали мы его совсем недавно но еще месяца нет как раз когда начались эти все кризисы там вирусы и люди просто начали там терять свой доход и начали искать в интернете заработок и большинство нам ну как бы понятно что попадали без опыта каких-то руки мошенников какие-то скамные проекты теряли деньги и ничего не зарабатывали у нас цель была найти именно проект который максимально без рисковые проекте которые могут зарабатывать все опять же и самое главное что нужно было как можно быстрее найти ну способ заработка которая можно быстро зарабатывать и нормальные деньги хотя бы больше и больше хотя бы ту же зарплату которую они получали до этого на своем рабочем месте поэтому друзья наши заработки мы не показываем на не акцентируем на это внимание мы говорим что вот наши партнеры которые зашли там вместе с нами чуть позже вот они заработали далеко больше чем мы своя зарплата у нас даже есть такие случаи что пенсионеры зарабатывают больше своей пенсии есть даже человек который работал на стройке сварщиком он заработал за там несколько дней буквально там две своих зарплаты около 50 тысяч и большинство людей которые заходят к нам которые проходят обучение и опять же обучение бесплатно абсолютно для команды мы делимся своим опытом у нас есть опыт заработка мы его абсолютно бесплатно даем тем людям кто хочет развиваться и быстро начать зарабатывать ссылка будет на наш чат у нас чат я не хочу сейчас затягивать тут можно много очень рассказывать ссылка будет внизу здесь будет ссылка на чат там вы можете получить всегда все кто интересуется быстрым заработком и без риска в интернете может получить там консультацию и ответы на все свои вопросы так рассказываю сегодня о стори тейлинге и структуре статьи которую 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 которая будет эффективной которая будет давать вам результат опять же друзья сразу задаемся вопрос для чего вы пишете эту статью если вы там ну в соцсетях есть два типа контента один развлекающий другой ну так сказать дающий пользу какой-то познавательный принципе это даже можно и нужно совмещать это все классно работает ну чтобы вы знали есть два типа и так если опять же если вы хотите вы если вы пишете статью свою для того чтобы люди видели что у вас есть что вы даете пользу что вы вашей команде можно начать зарабатывать в интернете естественно вы должны давать соответствующий контент и призыв действию конце потому что друзья ну мы чуть позже остановимся про то что ну про как писать призыв действия но большинство людей очень большая ошибка и которая просто нивелирует все ваши ну старания потраченное время вы в конце боитесь не боитесь или забываете писать призыв действий то есть все классно есть классные статьи все супер но в конце нету призыва к действию человек уже просто проникся как бы он понял что у вас есть информация есть опыт он хочет с вами начать зарабатывать но как бы раз и вы говорите ну в конце вы ничего не не говорите не пишите это ну это просто вы сами убиваете все все свои старания поэтому друзья запомним задача номер один дальше будет такой визуальный чек-лист по нему вы будете всегда ну сможете проверять структуру своей статьи вот он я и вот даже сейчас покажу где он у нас тут открытый был айда называется аида как то как кому не почему-то вообще алибаба вот почему-то ассоциируется хочется сказать алибаба жуча напиши в комментариях чем у тебя ассоциируется этот айда будем айда аида там без разницы это вот такая визуальная такой чек-лист по которому в конце обязательно в статье должен быть там и ваше видео без разницы в любом контенте который вы создаете здесь должен быть призыв действию его не будет значит эффективность вашей статьи 00 очень редко кто будет искать там что-то делать а так если там ссылка ну я дальше расскажу итак друзья поехали в разберем например вот недавно макс выпустил статью будем по ней разбирать это вообще ну как бы все здесь как раз все хорошо сделано по все вписывается в эту структуру и так друзья смотрим открываем эту нашу айду или айду смотрим структура статьи статья должна состоять из таких вот ну как бы основных четырех четырех таких частей первое attention по-английски внимание ну понятно вы должны своими своими действиями своими своим контентом вызвать внимание это очень важно друзья потому что вы сами понимаете что куча информации в соцсетях вы сами понимаете вы так вот сидите скролите как и я в раз вас что-то зацепило и тогда вы только начинаете читать а зацепить вас может то есть первые буквально вот несколько несколько строчек кто-то говорит 35 кто-то там первый абзац но здесь должна быть самая суть которая зацепит ваше внимание плюс естественно мы здесь все закрывается естественно я уже нажала но раскрылась но люди читают вот что здесь есть и картинка картинка визуал всегда важно и он должен соответствовать тому что вы пишете здесь смотрим что сделал максим смотрите это классический прием он задал вопрос есть психологии такое мнение такое ну как бы даже наблюдение что всегда когда человеку задают вопрос он даже если не отвечает слухом все равно внутри себя отвечает а если он ответил значит он с вами уже вступил диалог значит вы уже преодолели этот барьер который как бы люди знакомые пока еще не знакомы они не открываются они хотят получать вашу информацию человек который задает вопросы он уже там буквально наполовину открылся и привлек ваше внимание что он делает смотри дружище дружище а вы в курсе что у меня сегодня выходной как вопрос ну раз как бы наблюдаем за своими реакциями внимание привлекло при чем здесь выходной вообще кому он обращается дальше читаем это именно тот вопрос который у меня всплывал голове когда еще год назад наш директор звонил мне по выходным опа и здесь уже смотри дружище что происходит то есть ты видишь что живой человек он попадал такие ситуации я думаю многие попадали в ситуацию когда какой-нибудь там хотел подобрать слово хорошее но кроме конченый какой-нибудь начальник у меня ничего не всплывает из моих ассоциаций у меня не было жизни к сожалению или счастье может это и хорошо что не было нормальных начальников директоров которые там заботились думали о подчиненных поэтому да и так и будем говорить какой-то конченый директор какой-то конченый начальник не раз и тебя и меня наверное там пытался там до использовать эксплуатировать даже на выходных там на даже в отпуске здесь уже происходит вот вот первое первое attention здесь внимание привлёк макс дальше смотрим и опять же здесь включается но он филигранно сюда вписал именно storytelling то есть появляется уже персонаж директор который злой и он который как бы ну он хороший и к тому же происходит уже назревает конфликт вспоминаем что мы любим все фильмах в сериалах мы любим смотреть за конфликтами это уже как бы все понимают всех это привлекает здесь просто отлично все прописано первое первом буквально абзаце есть конфликт есть сериальность есть элемент стори тэрлинга есть персонаж плохой хороший за одного хочется болеть с одним хочется отождествляться про другого хочется там что-то проклинать вспоминать называть плохими словами даже я там подобрал там конченый то есть произошел уже диалог у нас голове уже выстроилась структура у нас голове уже включился сериал мы ждем продолжение здесь все первые первый этап отработал отработал все отлично внимание привлекли дальше интерес смотрим что происходит дальше интерес естественно нам интересно вообще ну что было дальше да чаще всего это происходило по утрам здесь вот описание именно ситуации которая вызывает эмоции все хотят все хотят естественно получать эмоции контент дает эмоции если ваша статья не вызывает никаких эмоций ребята вас никто не будет просто ну не слушать никто не захочет с вами так сказать оставаться в команде и наблюдать завалились наблюдать за вашим творчеством и естественно никаким дальнейшим там призывом действий даже если он будет но он будет работать здесь смотрите конфликт происходит естественно передаю пламенный привет алексей андреевич вот он злодей главный вот он в данном данной седанной серии данного сериала как бы дальше смотрим но нет так как всегда кидаешь дежурную фразу все в порядке не разбудили не за опять же тот же тот та же самая ситуация который большинство как бы на работе на найме найме попадает что ты естественно хочешь получить вот он конфликт уже внутренний вот он внешний конфликт который который захватил наше внимание вот и удержание и интереса и эмоции естественно конфликтные прописывается уже внутренний конфликт все в порядке все в порядке мы говорим потому что мы не можем там нашу там нашего директора послать хотя хочется очень хочется по сути это такая по сценарным всем канонам это такое зарождение героя если как бы разбирать более глубже дальше я буду рассказывать в следующих видео там более глубоко сравнение именно с доллевудскими там блокбастерами и вы поймете почему здесь те же самые принципы используются вы пока просто как бы слушайте понимаете и применять их своим своим статьям и вот дальше смотри дружище что происходит дальше желание за буква д смотрим как это реализовано и собственно говорю к чему я это клоню а к тому что уже один с месяца я просто не работаю в найме в один прекрасный день я просто принял решение и ушел с высокооплачиваемой должности в млм смотри дружище что здесь происходит как желание здесь описано и как она формируется у читателей здесь желание было какое послать послать этого хотя бы у себя внутри начальника и просто и так пружина за зажалось и как бы человек понимает что у него есть проблема живет не так как ему нравится он хочет найти решение вот оно желание что желание желание естественно к что-то изменить в жизни чтобы у тебя не было какого-то такого как опять как мы его сказали там назвали конченого директора или конченого начальника или как засранец его там макс одну так ласкательно уменьшительно назвал в общем у нас появляется после прочтения вот вот этих нескольких абзаца уже желание что-то изменить в жизни без этого желания человек не будет он прочтет вашу статью ваши там проблемы там все такое как бы если его это не касается здесь проблемы касается очень красиво все написано очень хорошо все описано здесь проблемы касается буквально каждого каждый прожил и неоднократно некоторые проживают это постоянно этот опыт естественно вот она желание возникает что-то поменять и дальше начинает как бы подписывать просто что можно поменять смотрим что у нас дальше желание есть и дальше мы подводим действие call to action призыв действий как называют американцы дальше дальше смотрим как все это было описано так человек описывает свой опыт так сказать начал все с нуля и ни капли не жалею кут то есть ему надоело его достал и пружина зажалость желание появилось изменить он ушел вообще плюнул на всех на начальство на все ушел с найма и решил зарабатывать в интернете он пишет что естественно он не жалеет было ли страшно оставлять некую псевдо стабильность и запах запись трудовой книжки нет ни капли человек описывает свои эмоции человек как бы показывает делится своим опытом дальше он описывал все зависит только от силы принято ваше решение если она действительно сильно ну естественно для того чтобы бросить работу естественно вы понимаете нужно сильное решение человека достали он это сделал и не пожалел об этом мы этот опыт опыт он описывает дальше там мы смотрим как все подходит именно к призыву к действию честно не понимаю мега успешных сетевиков супер результатами которые вещают о свободе и отсутствии рамок а сами пашут по восемь часов на дядю вы реально на настолько не верите в себя ли в бизнес что предлагаете здесь он уже обращается конкретной целевой аудитории которые как бы которые он знает хорошо и знает их проблемы и их строки и их желание которые почему-то не реализовываются хотя он он и он видит и я вижу все видят них потенциал но они почему-то попадает какой-то замкнутый круг и опять им не хватает желание от этого которое он пробуждает в них и вызывает этим опять же задавая вопросы смотри дружище большинство эффективных спикеров крутых блогеров они постоянно ведут с тобой диалог чтобы ты понимал что тебя уважает вот твое мнение интересно и на самом деле все таки есть нам интереснее общаться с людьми которых есть свое мнение и обмениваться людьми вести диалог они монолог если ты ведешь монолог рассказываешь о себе всем плевать на тебя расскажу тебе дружище ну честно открою тебя такую такую тайну что пока ты там не станешь мега звездой крутой никому не интересно что ты там ну если ты море то мега ну звезда должна быть уровня там я не знаю там каких нет там суперзвездам и то их там но они быстро наскучиваются и надо постоянно что-то там отчебучивать чтобы привлекать поэтому запоминай дружище основной прием это задавать вопросы вести диалог со своей аудиторией со своими там друзьями своими подписчиками ну и не просто задавать вопрос ты должен понимать что как они примерно ответят на этот вопрос этот вопрос максим задает вопрос потому что он знает эту целевую аудиторию знает их более он знает примерный ответ тоже самое должен делать и ты ты знаешь себя естественно для пишешь для таких же какие ты ты тут сложного ничего нет потому что некоторые задают такой вопрос а как я могу угадать что человек ну как ответить на этот вопрос далеко ты пиши для себя создам снимай видео для себя и тебе будут подтянутся такие же люди как ты ты же себя знаешь что я думаю разобрался уже к себе это самое главное поэтому важно задавать те вопросы на которые ты знаешь как ответить человек и чему приведут эти вопросы и дальше уже ты даешь ему так сказать подводишь ту таблетку даешь которую давали там нео морфеус и многим людям которые всегда стоят перед выбором читаем дальше ну да ладно суть поста не в этом а в том что теперь даже выходные дни независимо от того работа я или нет приходят такие интересные выплаты вот что он показывает вот его выплаты которые приходят 47 94 188 это с проекта форсаж как раз которым мы зарабатываем нашей команды здесь он показывает он подводит здесь он задает ну человек уже есть желание что-то изменить он понимает что не проблема есть возможности вот он показывает важны возможности которыми он делится с этим человеком и дальше уже желание на максимуме раскачано у читателя и дальше уже идет призыв действия и да на протяжении всего времени моего развития интернете собрал выжимку самых эффективных методик продвижений готов поделиться не с тобой поэтому пиши мне в личное сообщение все обсудим вот он по сути призыв действию то есть человек который захочет зарабатывать после этого захочет изменить свою жизнь захочет стабильности и больших возможностей он знает что ему делать поэтому друзья обязательно проверяйте по этой методичке которая вот она здесь будет сделайте себе скриншот которую я показывал вот она прав проверьте все ли есть части в вашей вашей статье обязательно ну самое самое последнее действие без предыдущих тоже ничего не получится потому что потому что не получится и теперь друзья опять же рассказываю про хэштеги задавали вопросы вначале мы ставим для нашей команды крипто лидер склад наш хэштег естественно мы его прокачиваем чем больше он будет мелькать в соцсетях тем больше внимания вы будете получать наш клуб вы будете получать тем больше будут людей приходить наш клуб дальше вы ставьте хэштеги которые ответил соответствует вашей целевой целевой аудитории млм сетевой заработок онлайн сколько количество кто-то говорит там до 8 постоянно эти правила меняется поэтому не бывает не верьте тому кто ну говорит точные цифры постоянно там поисковиках соцсетях это меняется ну обычно считается 35 это нормально это не спам на не за не за спамленность некоторые 8 ставят смотрите друзья пробуйте и еще такой совет как бы меняйте постоянно не делайте во всех статьях одни и те же хэштеги оставляйте там какой-нибудь основной и ну хотя бы 23 там но 50 процентов менять этих хэштегов потому что во первых будете захватывать еще до дополнительную аудиторию которая новую ну и плюс каждая статья естественно с новыми хэштегами она будет больше захватывать чем одна которая будет с одинаковыми хэштегами и которые будут все время выдаваться по одинаковым хэштегам где все будете конкурировать сами со своей опять же статью этого делать смысла нет лучше разбавлять и делать разные хэштеги по картинкам друзья опять же смотрите картинка естественно должна соответствовать тому что привлекать внимание и соответствует той теме если человек описывает статьи о заработке он может сделать скриншоты это скорее всего привлечет внимание основную аудиторию можете опять же есть какие то есть анимированные анимированные лучше привлекают внимание об этом мы будем разговаривать следующих уроков будем делать уроки по при приложениям которых создаются так называемый подсторис там мы в общем анимированные такие видюшки и гифки которые будут еще больше привлекать внимание естественно все что мелькает вы сами знаете если так быстро проматывать ну что продается что привлекает внимание то что естественно мелькает и движется итак друзья ну я думаю сегодня на сегодня думаю хватит информации если какие-то вопросы есть задавайте под видео будем делать по ним какие-то продолжения следующие у нас будут расскажу про soft skills и про контент мейтеров так то что сейчас я считаю самое трендовое то что сейчас даст вам возможность и пройти этот кризис и начать зарабатывать еще больше чем раньше вы зарабатывали так друзья кому понравилось данное видео ставьте лайк делитесь со своими друзьями пишите в комментариях на этом все друзья до новых встреч